Матч года. Так говорят о предстоящем поединке футбольной сборной Украины против Шотландии. Игра состоится сегодня и это первый официальный поединок нашей команды в этом году. Несколько месяцев большинство игроков поддерживали форму только на тренировках и в товарищеских матчах, а сегодня на поле необходимо победить. На лицах не те, не улыбки. Они серьезные, сосредоточенные по спортивному злые. Каждый игрок нашей сборной понимает, какая ответственность сейчас лежит на команде и как важно победить. Главная мечта – это остановить войну. Я разговаривал очень много с разными людьми из разных стран. Я разговаривал с маленькими детками украинскими. Они еще ничего не понимают, но они говорят одно. Что мечтают о том, чтобы война закончилась. Но если говорить о футболе, то у нас тоже есть мечта. Мечта – поехать на чемпионат мира и подарить эти эмоции украинцам в это непростое время. Потому что они этого заслуживают. Слезы на пресс-конференции нашего лидера сборной Александра Зинченко вполне объяснимы. Каждый из игроков постоянно думает о войне. Хотя они и пытаются абстрагироваться и сосредоточиться только на футболе. Очень сложно было. Парни думают о своих семьях. Как там дома? Родные – мама, папа, братья, сестры. Приходилось как-то шутить, говорить, что у нас своя война на футбольном поле. Но это было очень тяжело. Ребята молодцы. Они слушали, они готовились. Так что мы подходим к игре в хорошем настрое, скажем так. Победы сборной ждут даже те, кто особо не интересуется футболом. След, который у нас ставят, очень важен для страны и даже для тех, кто не очень следит за футболом. В это время очень важна каждая победа. Мы верим в вооруженные силы Украины. Мы верим в нашу сборную. И все будет хорошо. Показать то, что жизнь продолжается, и она будет продолжаться. Если наша команда все-таки попадет на чемпионат мира и продолжит играть, то для большинства людей это будет подтверждением того, что их работа в разных сферах имеет смысл. Матч Украина-Шотландия состоится сегодня в Глазго, хотя должен был быть сыгран еще в марте. Сборная Украины готовилась к плей-офф чемпионата мира в Словении и провела всего две товарищеские игры перед матчем с Шотландией. Война войной, а футбол по расписанию. Наверное, правильно в этой ситуации будут сказать. И все-таки надо отметить, что наши футболисты не из окопов выезжают на этот матч, а выезжают они с месячного славянского сбора в Шотландию. Ну, вернее, уже выехали. Они уже в Шотландии. Расписывать значимость этого поединка довольно-таки смешно. Артем Франков, футбольный аналитик, считает, что украинские футболисты вполне способны победить. Мы все прекрасно понимаем, насколько это важно для воюющей страны. В том числе для тех, кто находится на переднем крае и непосредственно сражается с оккупантами, рискуя своей жизнью каждодневно, ежечасто, ежеминутно. Против нашей победы точно шотландцы. Они готовятся дать бой, ведь хотят тоже попасть на мундиаль. Шотландия не участвовала в чемпионатах мира с 1998 года. И игроки хотят забронировать билеты в Катар. Хотя и с большим уважением относятся к украинцам. Для нас, вероятно, невозможно на самом деле знать в полной мере все, через что они проходят. Нам это невозможно представить. Но мы должны сосредоточиться на футбольном матче. Это то, что они попытаются сделать. Они будут пытаться выиграть игру. Да, я думаю, что для нас практически невозможно даже понять, через что они проходят в данный момент, и как им это сложно. Победитель пары Шотландия-Украина отправится в Уэльс и сыграет там против местной сборной финальный матч отбора уже 5 июня.